Всем привет, с вами Дар Риди и мы продолжаем вести обзоры на игры ВКонтакте, так сказать, приложения ВКонтакте. Окей, давайте начнем. Игра под названием Танковые сражения. В этой игре тебя ждут увлекательные танковые сражения с использованием технологий будущего, уникальной системы прокачки и множества других интересных вещей. Итак, урок номер один из семи. Ваша задача уничтожить все вражеские танки и при этом остаться в живых. Урок номер два. На этой карте точка спавна ваших танков находится в левом верхнем углу. Вы можете прямо посреди боя заехать на эту точку и сменить текучий танк на другой. Для смены танка необходимо нажать на кнопку, вот такой кругляшок в виде двух стрелок, чтобы сменить наш танк. Окей, ну понятно, то есть если у меня мало патронов или мало жизни у танка, я заезжаю на же спавн и сменяю танк. Урок номер три. Следите за показателями танка, очками повреждений, количеством снарядов и уровнем топлива в баках в правом верхнем углу. Все время двигайтесь в танк, стоящий на месте легче попасть. Он будет получать дополнительный урон. Окей. Урок номер четыре. Левой кнопкой мыши. Передвижение танка. Если я зажму Q и буду жать левую кнопку мыши, я буду стрелять основным оружием. Если же я нажму кнопку V и буду жать левую кнопку, это у меня будет дополнительное оружие. Обзор карты. Это правая кнопка мыши и... То есть слева вправо, вверх вниз я смогу передвигать карту. Курсор в бою имеет следующий вид. Левая часть готовность основного оружия, правая дополнительного. Если соответствующая часть полностью заполнена, оружие готово к стрельбе. Вокруг курсора полупрозрачная окружность. Показан разброс снарядов при выстреле. Чем выше точность вашего танка, тем меньше разброс. За успешно проведенные бои вы получаете кредиты и опыт. Чем больше опыта получают ваши танки, тем выше будет их звание. Звание дают дополнительные бонусы. Также на картах иногда появляются посылки. В них может лежать что угодно. Оборудование, деньги и прочие вещи. Всегда подбирайте посылки. И в случае победы предметы добавляются вам в инвентарь. Вот такие ящики, значит, очень полезные. И, наконец, урок номер 7. В этом бою у вас только один противник. И он не имеет ни брони, ни вооружения. Уничтожьте его как можно быстрее. Если у вас возникнут какие-либо вопросы. Или если вы даже не стали читать этот учебник. Информацию можно получить, открыв окно. Помощь. Ага, вот такой вот вопросик в правом углу. Это значит, ну, значит, что-либо неясное. Итак, вот наш первый противник. Он следует за мной. И меня не атакуют. В этом мое преимущество. Я уже прокатал всю карту. Посмотрел. Ну, графика обычная. Но я думаю, это как для новой игрушки. Это нормально. Может быть, со временем они будут больше уделять время графике. И она будет более лучшей. Ну что ж, мы победили. Результаты боя. Значит, мне 20 опыта дали. Окей, тренировка закончена. Поздравляем вас с успешным завершением первого боя. Вы получили некоторое количество кредитов и опыта. Боевый опыт дается не только танкам, но и вам. За него вы получаете уровень. Чем выше уровень, тем больше предметов вы сможете купить за кредиты. Вот так вот. Ежедневный бонус. Окей, за первый день мне дадут 5 долларов. За второй 20. За третий 50. За четвертый 100. И, наконец, за пятый день мне дадут кристалл. Вот, за кристалл я уже могу купить что-либо крутое. Также тут есть задания. То есть, задания для новичков и ежедневные. Ежедневные можно будет играть после того, как я пройду все задания для новичков. Так, вот мой уровень. У меня 25 баксов. Вот, кредиты бесплатные. Хотите получить 250 кредитов бесплатно, вступайте в нашу официальную группу и вы их получите. Что ж, давайте вступим в официальную группу. 250 баксов, я думаю, нам не помешают. Итак, вот мы вступили в официальную группу и забираем свои 250 баксов. Все очень круто. Так, есть даже лучшие игроки этой игрушки. Ну, игра новая, так что уровней тут мало. Вот второго уровня, игроки третьего уровня, четвертого один, пятого один и тридцать третьего уровня. Мне кажется, это какой-нибудь администратор. Потому что чересчур он крутой и очень далеко продвинулся. Которого фиг, кто вообще когда-либо добудет. Он, наверное, с создания, начал играть, когда еще никого не было. Он, не знаю, около, наверное, полугода играл в эту игрушку один. И достиг стольких результатов. Но я его добавил в друзья. Вот, может быть, он чему-то меня научит. Зайдя в арсенал, мы видим все наши вооружения, нами приобретенные. Окей, у нас есть четыре танка. Так, стальная броня одна есть, которую я могу надеть на танк. А, стальная Данте СА-25. Могу ее продать за 4 бакса, но это очень-очень невыгодно. Так, есть таракан, это основной вид оружия. Вот, ну, довольно-таки неплохой для на ранних порах. Ну, другого и нету. Так, это второстепенное оружие. То есть, ну, у него быстрая перезарядка, в отличие от основного. И всякие улучшения, которые дают возможные плюшки. Вот, ну, в арсенале у нас очень мало всего. И поэтому нам надо играть, как-то зарабатывать деньги и приобретать более улучшенные вооружения. Зайдя в магазин, тут, конечно, мы видим больше всего. То есть, очень много видов танков. Рысь, тигр, игуана, гепард, питон, бегемот и слон. Это самый мощный танк. Вот. Ну, конечно же, у них и здоровье, и броня лучше, и скорость перезарядки. Так, виды брони тоже есть. Вот, стальная, данте, нес, тор, сантино, меркурий, юпитер. Тоже очень крутые. Так, виды пушек тоже очень всякие разные. Таракан, шершень, паук, сколопендра, даже скорпион. Термит. Ага, самая крутая это термит. Второстепенное оружие, искра, гроза, вихрь, кальмар, копье. Самое мощное. Рапира есть, осьминог. Вот. Ну, тоже очень круто. Всякие дополнительные плюшки. Улучшения. Вот. Баки с топливом плюс. Ремонтный комплекс, увеличение боекомплекта. То есть, ну, тут можно ознакомиться. Почитать. То есть, тут очень много всяких всевозможных дополнений можно приобрести на танк. Лицензия повышения. Так, ну, в общем, зайдя в магазин, вы сами все увидите. Что ж, давайте уже начнем с миссии. Итак, первая миссия лес Фишера. Вот в этом лесу у вас предстоит сразиться с танком старых образцов и с не слишком впечатляющим вооружением, что ж, давайте же уже посмотрим на этот танк и попробуем справиться с этой миссией. Миссий вообще много будет. То есть, раз, два, три, четыре, пять. Пять клеток на раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Пять на восемь, сорок, да, будет? То есть, сорок, сорок уровней тут. Вот первая, ну, самая легкая, нам остался ослон какой-то. Так, я могу выбрать танки. У меня только три слота. Выбираю танки, заполняйте все три слота и нажимаю в бой. То есть, танк у меня такой же, как у него. Жизни пятнадцать, броня один и выстрел два, пять у основного оружия. Так, вот, значит, мой танк, он меня уже гастит. И я от него пытаюсь убежать. А, у меня не получается, я... Так, чё же я... Чё-то я не то делаю. Так, сейчас разберёмся. Так, как я понял, я просто не на ту кнопку жал. Надо на Q или на V. Я на один и два жал. Перепутал чуток. Ну, да ладно. То есть, мы его почти замочили, и он меня почти замочил. Ну, нам надо как-то отстоять этот бой. И добить, добить танк. Что у нас получается, да. Выиграли, ну, девятнадцать опыта и пятнадцать баксов. Плюс один ещё кредит. Вот. Лес Фишера три. Лес Фишера два есть. Так, тут есть всякие всевозможные задания. За что нам дадут дополнительные задания. Плюс, когда я всех выполню, можно будет приступить к ежедневным заданиям. Что там, пока ещё неизвестно. Но если вы захотите, я, конечно же, открою вам занавесу тайны. Вот. Если вы только будете писать под видео, попросите меня. То я, конечно же, сделаю продолжение обзора. Ну, что ж. Мне в задании сказано было изменить имя моего танка. И чем, собственно, я сейчас займусь. Ну, вообще, любое имя нужно. Вокмен. Пусть будет Вокмен. Просто, не знаю... Можете, конечно, пользоваться этим ником. Я его случайно только что выдумал. Вот. И мне дали плюс 15 опыта. Что очень круто. Купить предмет в магазине. Моё третье задание. За что мне дадут 20 опыта. Окей. Так, заходим в магазин и покупаем предмет. Попробуем купить танк, да? Я думаю, у меня денег хватит на что-нибудь более мощное. Я решил броню купить. Угу. Так, могу основное оружие купить. Но всё-таки танк. Я решил танк взять. Ага. То есть, с пятого уровня я могу купить танк. А пока что не могу. Очень плохо. Так, ну давайте, давайте купим. Давайте купим. Тоже, да, тоже с третьего уровня можно купить. Ну, тогда что-нибудь попроще. То есть, вот, сразу всё так нельзя покупать. То есть, наверное, постепенно. Всё. Купил броню. И мне дали 20. 20 опыта. Следующее задание. Достичь второго уровня. Ну, не такое сложное задание. Ага. Сделать фотографию. Зайдите в любой бой. И там нажмите кнопку с иконкой фотоаппарата в правом нижнем углу. Сохраните фото себе в альбом. Что ж, давайте же. Так. Выберем миссию. Продолжить. Свободный слот заполняем танками. Один у меня на ремонте. Покупаю оставшихся. Ну, точнее, беру с собой в бой. И попробуем выиграть это сражение. Я думаю, это будет несложно. Так. У меня три танка. У него, по-моему, два, да? Или один даже. Ну, как раз делаем снимок. Что нам даст дополнительный опыт. Так, он взорвал сундук. Или же взял его. Я что-то не понял. По-моему, он взорвал. То есть, его можно взорвать. И тогда там бонусы пропадают. Что ж, первый танк я убил. Легко. Ага. Второй совсем с другой стороны пошел. Очень неожиданно. Деэффективно. Что ж, ну, мне надо его добить. Добить танк. Ага. Мне три урона наносит. Я ему тоже три. Второстепенное оружие наносит один урон. А вот основное, то есть, может, два. От двух до пяти. Что очень круто. Так, 15 баксов заработал я. Танки тоже набирают опыта. Вот. Так. Гроза. Мне досталось второстепенное оружие. Гроза. Нам она пригодится. Так. Размещаем на стене. Сохраняем. Так. Награда за выполнение задания. Я теперь стал уже второй уровень. Занял. Фотографию я сделал. За это я получил деньги. Выиграть четыре боя. В общем, со временем у вас будет все получаться. Вы будете становиться более сильным. Особенно, если у вас будут кристаллы. То есть, если вы будете тратить деньги на эту игру. Конечно же, вы быстрее будете продвигаться по службе. Быстрее и легче вам будут выполнять задания. Так. Я еще не выполнил три задания. И, похоже, я уже не выполню их. Ну, что ж. Я попробую. Попробовать взять. Я могу только три танка взять. Окей. Так. У одного есть броня. Основная пушка. Дополнительная пушка. Так. У второго. У второго. У второго ничего нету. Так. Много танков уничтожено. Вот. У меня. Получается, все плохо. У меня нету оружия. Об этом я не подумал. Не позаботился. То есть, танки пропали. И я почти что проиграл. Так. Ну, у меня есть дополнительное оружие еще. А вот основного нет. Основное. Это самое главное оружие. Оно у вас всегда должно быть. Нужно за этим следить. Вот. У меня вот двоих танков есть. Основного оружия. А вот у третьего как раз нету. Что очень плохо. Ну, я все же попробую выиграть. По крайней мере, постараюсь. Так. Вот он. Мой первый враг. И он меня уже почти треть отнял. Здоровье. Ну, я не сдаюсь. Так. Беру сундук. Там. Там у меня искра попалась. Это, наверное, дополнительное оружие. Оно, по-моему, даже, наверное, помощнее. Вот. Очень важно собирать такие вот ящики. Так как в них может что-нибудь ценное выпасть. Чтобы не покупать. Тем более, на некоторые пушки, ну, нужен определенный опыт. А если вы подобрали в ящике, то он вам достанется бесплатно. Самое главное выиграть. Так. Один танк уничтожен. Ну, я выпускаю свой второй танк. И постараюсь, постараюсь добить его. Может быть, у меня это получится. Вот третий танк, конечно, у меня слабый. Но только дополнительное оружие. Основного нету. Так. Одного танка я убил. Убил, что очень хорошо. Ага. Вот он, второй танк. Так. Попробую. Вот, четыре отнял. Это круто. Это очень круто. А мне тоже, конечно, так хорошенько гасит. Видите, я у него даже не всегда урон наношу. Дополнительным оружием. Вот сейчас один отнял. Сейчас два отнял. Все, победил. Так. И последний танк мне нужно завалить. Так, ну хотя бы как можно больше к нему попасть, сделать повреждения, чтобы к последнему танку было легче добить его. Ну, чуть-чуть прям поцарапал. Очень плохо. Ну, нужно, нужно, нужно по-любому сделать это. Хотя я сомневаюсь. У меня только дополнительный оружие. Ну, так, я отнимаю у него по одному, по одному урону. Так, ну, он проигрывает. Он проигрывает. Вот плохо то, что у него есть основное оружие. Оно все портит. Нужно угадать этот момент и как-то увернуться от основного оружия, чтобы он в меня не попал. Вон тогда будет все хорошо. Так, ну давай же, давай же. Чуть-чуть осталось. Добей этого подонка. И, и, и почти. И чуть. Ах. Ай-яй-яй. Он меня убил основным оружием. Очень плохо. Я хотел взять третий уровень и показать, может быть, как я перемещусь в рейтинге. Как меня покажут вообще в рейтинге. Ну, не судьба, ребята, не судьба. В следующий раз я постараюсь, если вам понравилось видео, я постараюсь все-таки, ну, забраться как можно выше в рейтинге. По рейтинговой ступеньке. Ну, а сейчас, сейчас я с вами хочу попрощаться. С вами был Дар Риди. Подписывайтесь на мой канал, на канал моего друга. И все будет замечательно. Будут хорошие обзоры. Вот сейчас я, ну, чувствую, что обзоры, конечно, не очень хорошие, так как мне нужно сейчас больше видео выкладывать, некачественных, может. Ну, а если у вас будет больше, если вы будете чаще смотреть мои ролики, то обязательно будет хорошее, качественное видео. Все. Всем удачи, всем до скорого.